Всем привет, с вами Юмилия, здесь у меня также есть маленькая мелкая жопка, которая, возможно, нам будет мешать, но прямо сейчас я надеваю ушки, и мы начнем смотреть Моргенштерна и его видосик про кайф-бургер. То есть я еще не успела сходить в его ресторан, покушать вкусняшки, а он уже открывает бургерную. Короче, погнали. Пунь! Самый честный обзор на кайф-бургер. Всем привет, с вами Супер Жарабас и Василий Обьёбов, лучший фудблогер на Руси. Собственно, мы сегодня находимся у нового ресторана Алишера Моргенштерна. Всем известного, вот этого вот, не нравится он мне. Самый воровдивый, потому что я очень люблю своих подписчиков, свою аудиторию, вы самые лучшие, все благодаря вам. И ради вас мы сегодня похаваем дерьмо этого урода. Пойдем. Вообще, для меня лично это было супер неожиданно, я узнала только о открытии бургерной из сторис как раз-таки Моргенштерна, как он там кому-то раздавал бургеры, но реально это неожиданно было. Я прохожу везде без очереди, мне похую вообще. Ой. Я блогер популярный, молчать. Молодой человек, я вижу, что вы хотите сильно покушать, но у нас порядок живого. Я очень популярный, я очень популярный блогер, пожалуйста, иначе вашему ресторану пиздают. Хоть парень и в маске, но видно, что он улыбается. Такой отзыв, никто сюда больше никогда не придет. Кхм-кхм, посторонись. Являешься любителем чего-то необычного? Тогда обязательно советую поиграть в экшн-платформер с элементами спидрана A&Drive. Действие игры происходит в Нео-Барселоне, гигантском городе будущего в киберпанк-сеттинге. Главная героиня — молодой космический рейнджер, чей корабль терпит крушение. Застряла на незнакомой планете, и теперь ей придется использовать все свои способности, чтобы исследовать Нео-Барселону и столкнуться с затаившимися в городе опасностями. Мне вот, например, очень приглянулся ее кинжал-телепорт с возможностью управлять временем. В A&Drive вас ждет проработанный мир киберпанка, в котором есть 100 уровней. За счет гибкости игры ее можно проходить и не раз. Ну а также есть возможность играть с друзьями в группе до 4-х человек. Хочу отметить, что в игре классная музыка, как раз-таки подходящая под стилистику киберпанка, и очень качественная озвучка. Она, между прочим, от актрисы Киры Бакленд, известной по роли 2B из Нир Автомата. Я вот, например, поймала дикую ностальгию, когда зашла в игру по тем временам, когда играла в подобные игрули на Дэнди в своем детстве. Это же современная игра, но в той же самой стилистике, и очень круто, и качественно проработанная. Нео-Барселона ждет именно тебя. Игра доступна на всех платформах, поэтому ссылочка в описании, и ты знаешь, что делать. Так, ну сразу видно, сразу видно, что внутри народу не особо. Вся очередь подставная, она даже не двигается, она просто для виду, чтобы люди думали, что здесь ажиотаж, что-то интересное. Народу абсолютно нет. Все вот эти люди, вы же купленные? Все купленные. Ну, как всегда, это Моргенштерн, да. Сразу в уши бросается вот эта вот уродская музыка. Я думал, Блэк Стар ничего не переплюнет, но здесь еще и клипы показывают. Ой, ненавижу богатых. Ладно, так скажем по интерьеру. Ну, все серое такое, невзрачное. Стойка помятая. Видно, на всем экономят, ребят. Ценули какими-то ремнями, чтобы не развалилось, понятно. Картины, которые, судя по всему, его фанаты тупые, десятилетние рисовали. Ненавижу богатых. Ой, здравствуйте. Жестко. Что за название, блядь, дебильная? Жесткая прожарка самого себя. Чизоид, дед, блядь. Блин, а можно под... Я не зря видела какую-то подпись, теперь я съел деда. Тише, вот это вот, пожалуйста, а. Аппетит весь просто испорчен уже. Аристократ. 689 рублей, это, блядь, откуда такие деньги? Так аристократ же. На булку. Мне чизоид. И не потому, что он самый дешевый, а потому, что... Я хочу его. Название интересное. Крылья мне. И картошку. Что-то в кого-нибудь садить. Самый-самый невкусный, чтобы был честный обзор. Колу, пожалуйста, без сахара. Я слежу за... За собой, блядь. За фигурой. Мы засекаем скорость подачи. Время, время. 1456. Запомнили. О, о. Там же было 46, что вроде разменяло. На стену себя налепил, блядь. Долбоеб. Любуется собой, наверное. Приходит сюда. Я не вижу популярных. Людей. Очень долго. Сервис говно. А, оплата карты. А, ты себе оплатил. Немножко. Да, понятно все. Да, это легально. Блядь, остроумно очень. И вот эти отличительные знаки дьявола. Челик прям в наглую снимает настолько близко. Это так странно и некультурно. Ну прям реально. Он светит, то есть, фонариком в другую камеру. Зачем так делать? Что ж, давайте пробовать колу. Пожалуйста, помогли бы маску надеть. А как ее пробовать-то? Полный колу. Полный хуй. Я должна была в маске дырочку сделать. Нет, сразу видно разбавленное, набодяжное, без сахара. Полное говно. Не советую никому пить колу в этом заведении. Так стоп, подождите, он же без сахара. Ну пока мне нравится этот вино, он классный. Кола говно, да? Полное. А где заказ? Нет, это безобразие, блядь. Целых две минуты жду уже. Алишер, прошу, приятного аппетита тебе. Какой Алишер, блядь. Я Василий Обьёбов. Ну что ж, начнем наш самый честный, неподкупный обзор. Ну, бургер, кстати, большой, судя по коробочке. Саживайся. Ты единственный непосновной человек, правильно я понимаю? Упаковка, да? Квадратная. Какого хуя? Должна быть круглая. Именно так, я тоже так считаю. Вот это вот, тебе нравится этот дизайн? Кэо, знаешь, у него на шее Кэ что такое? Это Као. Ну да, надписи смешные. Смотрите, вот это вот. Мечтал теперь моё. Не чавкайте, соблюдайте этикет. Банальщина полная. Это чизоид. Чизоид, блядь. Оригинальный. Ну чизоид довольно большой. Так, для начала начнем с внешней оценки. Хотя, не, коробка была большой. Во-первых, он квадратный. Какого хуя вы делаете квадратные бургеры? Это неуважение к культуре, я считаю. Посмотрим, что внутри. Сырный соус из Макдональдса, как я понимаю. И его очень мало. А это сыр, припечённый к мясу. Вот это, кстати, очень интересно. Я такого нигде не видел, но хуйня полная. Так, лучок у нас внутри котлеты есть, значит. Ну мало пиздец. Мало. Вообще. Ну на всём экономят. Так, ну хорошо, давайте пробовать. Очень пачкаются руки. Перчатки не дают. Ну, так, конечно. Прям свой журнал. Раз, два, три. А, чё, чё, серьёзно, что ли? Дорогие друзья, я хочу вам посоветовать от всей души, от всего сердца новый ресторан, который открылся на Никольской. 10, дробь 2, строение 2Б. Называется он Кайфбургер. Открыл его... Так, то есть серьёзно, да? Один из самых, наверное, даже самый популярный и классный артист в нашей стране и СНГ. Здесь очень вкусно, прекрасные блюда, отличный сервис, очень услужливый персонал и вообще булки квадратные. И клипы очень классные крутятся здесь постоянно. Это прям, знаете, олицетворение вот этого выражения продажные блогеры. Вкусно, да, не... То, что он говорил тут вначале и теперь вот это рекламное стало. Возможности, аж, ну, прикусываешь язык и, ну, тоже вкусно. Вот. И приходите, кушайте. Улица Никольская, 10, дробь 2, строение 2Б. И не забудьте подписаться на Инстаграм. И главная пауза. Ну, хуйня. Вот, честно говоря, один минус, который я увидела из этого ролика. Здесь слишком мало пространства. С учётом популярности Моргенштерна, да, хоть это и бургерное, но всё же. Хотя, с другой стороны, может быть, там дальше есть какой-то зал, где можно сесть и покушать. Потому что, в основном, люди будут вот стоять там в очереди. Или же стоять на улице рядом с этим зданием и кушать. Если вы в теме вообще, есть ли там дополнительные какие-то места, то напишите в комментах. Полное, вообще, полнейшее говно. Их, да, и дальше. Ну, выглядит аппетитно, реально, бургер. Полное говно. Во-первых, там есть хлеб. Это вредно. Мясо. Убили по-любому какую-то корову ради этой квадратной штуки, блядь. Это ужасно. Давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Сначала пройдёмся по упаковочке. Ну, она тоже с четырьмя углами. Это что значит? Хуйня. Именно. Что? Отличный выбор. На этот раз они убили курицу. Понятно, это заведение убийц. Хочу отметить, что очень удобно вот так вот её держать за эту косточку. Но это мы вырежем, нахуй. Ну что, насчёт три? Раз, два, три. Хуйня полная. Полная хуйня. Это васаби со сгущёнкой. Ты пробовал какой-нибудь такой головой? Да, попробуй. Васаби со сгущёнкой, реально. Я этого даже представить не могу. Сопоставить, совместить. Васаби со сгущёнкой. Вот это интересно. Давай на этот раз ты начнёшь. По-моему, это горчица. И нас наебали. Нас наебали? Это горчица покрасили в зелёный. Ой, и посмотрите на этих бедных людей. Они ведь ждут, они ведь думают, что здесь реально... А очередь-то стала даже больше. Вкусно в квадратные булки, блядь. Ладно, сейчас. Хуйня полная. В общем, не тратьте своё время, не приходите сюда, не отдавайте свои деньги. Будьте умнее, кушайте в школьных столовых. Ой, спасибо, какая-то милая. Спасибо большое. Сервис хуйня полная. О, подожди, я, кажется, поняла, что это? Слишком много положили, выпадает неуважение. Кулёк. Что? Как от семечек в детстве. О, да! А, нет, это чипсы, что? Я думала, это... Форма непонятная. Картошка какая-то скрученная, спиралька. Это чипсики. Абсолютно, это как будто маленький картошек. Классная идея. Кефри между собой скрестили. Просто выебоны. Ну шо ж, насчёт три. Тут всё очевидно. Раз, два, три. Хуйня полная. Знаете, я бы сказал, ничего необычного. Вот где вы видели такую картошку? Я вот... Да хуя где? Где вы видели? Что-то мне это напоминает. Три квадратные бургеры, да? Чипс, каждый самый. Но именно в какой-либо бургерной я подобного не видела. И вот крылышки, которые можно вот так вот с косточки жрать, блядь. Это абсолютно, блядь, везде так. Ничего нового. Соболезную, соболезную. Ну так гораздо хуёве. Ну что ж, я потратил 500 рублей. Лучше бы проебал их в онлайн казино. Или на кейсах CSGO. Даже не знаю, как так подытожить. На счёт три подытожим. Раз, два, три. Хуйня полная. Всё хорошо. И где это они? Короче, я не мог больше там находиться и слушать это говнище. Поэтому решил взять с собой оставшийся бургер и прямо сейчас их вместе с вами, дорогие мои зрители, попробовать и сделать честный, самый честный непродажный обзор. Давайте сначала сделаем обзор на пакет. Пакет с налом. Ха-ха-ха. Я вообще поражаюсь оригинальности, конечно, хозяина заведения. Лучше бы был пакет с калом. Было бы правдоподобнее. Здесь у меня все шесть бургеров. Интересно. Давай, с какого начнём? На коробке реально огромные у всех. Чёртенький. Что это, блядь, такое? Итак, я так понимаю, это кусок стейка. Кусок стейка. Нахуя в бургере нужно два мяса, блядь? Жадничают, ребята, очень жадничают. Что? Серьёзно? Помидоры вяленые. Ну, посмотрите, разве вот это выглядит аппетитно, блядь? Но до того, как он это извратил, это реально было аппетитно. Мне бы хотелось попробовать. Вот, пожалуйста, ожидание, реальность. Вот, как вы видели на фотографии, как всё красиво, вот в жизни, как выглядят эти бургеры, блядь. Знаете, честно сказать, хуйня полная. Так, это у нас... Это у нас опять чизоид. Чизоид мы уже ели. А, еда, пожалуйста. Интересно, когда он будет есть деда. Не подписчики, не обращайтесь так с едой. Но с этим можно, это не еда, это хуйня. Пахнет таджикой, блядь. По-моему, называется он Пабло. Что-то на грузинском. Но я бы хотел сказать честно, но мне не платили. Хуйня. А, это что? Бургер с грибами. Я против наркотиков, я даже трогать его не буду. Что, в серьёзе? Ладно. Вау. Смотри сюда. А, это что, перец? Слишком удачный ракурс, подожди. Ну что это, блядь? Это просто булка и котлета. Ой, блин, бог! Ахуй, блядь, на вкус как куриная котлета. О, ну это финальный бургер от Славы Мерлоу. Как я понимаю, веганский. Визуально он самый огромный из всех, да. Это веганский бургер? Вот интересно, на самом деле я никогда не пробовала веганские бургеры. А очень хотелось бы. Но пробовала веганскую котлету, и, по моему мнению, она не отличается по вкусу от обычной куриной. Вот так вот. Сразу видно Славиный комплексы, блядь. Ну, хуйня полная, конечно. Даже мяса нет. Ну что, дорогие друзья, это был самый... Он веганский! Надеюсь, вам понравилось, вы сделали для себя выводы. Мне реально понравилось, это было ржачно. Приходите, конечно, в кайф-бургер. Инстрение поднялось. Убедиться в том, что всё хуёво здесь. Всего доброго, ставьте лайк, кушайте вкусно, сытно. Угу. Обзор снят. Можно и покушать. Не перестаю удивляться Моргенштерном, потому что он только, можно сказать, открыл недавно свой ресторан. Здесь он уже открывает бургерную. И интересно, что же будет дальше. Мне бы хотелось побывать и там, и там. Просто интересно попробовать. Насчёт вот этих чипсиков. Наверное, меня больше всего привлекли именно они, потому что это необычно. Видите, в кафешке, в бургерной, в ресторане чипсики. Ну это же, блин, прикольно, при том, что они выглядят такими довольно толстенькими. Также мне понравился саркастический тон Моргенштерн. Это было довольно прикольно. Ну и людей там реально было дофигища. Это, в принципе, неудивительно. И думаю, что после этого ролика людей там станет ещё больше. И сейчас наверняка я сижу, снимаю это видео. А рядом с его бургерной куча-куча людей. И всё в таком духе. Вот так вот. Если вы там были, вдруг уже успели сходить покушать бургеры, напишите в комментариях своё мнение, как вам бургеры Моргенштерна. Я бы попробовала бургер с грибами. Я просто обожаю грибы. Вот вчера мы делали их на гриле. Это было нереально вкусно. Господи, если у вас есть гриль, попробуйте сделать шампиньоны на гриле. Это просто кайф. Я даже и не знала, что это настолько будет великолепно. Ну а с вами была Юмилька. Благодарю за просмотр. Не болейте, кушайте вкусненько. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!